У хозяина этого зелёного автобуса. Ну реально. Он заказал портрет, да? Да, можно так сказать. Он захотел свой портрет в образе вот этого зелёного автобуса. Просто этот зелёный автобус, он на самом деле существует. Мы его назвали зелёным автобусом. Он на самом деле, да, такой какой-то фургон. Но это было летом, прошлым летом. Хозяин этого автобуса мне позвонил и говорит, что не хочет посмотреть на мой зелёный автобус. И такой зелёный, я же не могу. Ну вот, и я пришёл, мы поехали, съездили на речку. И я на самом деле был так вот впечатлённым зелёным автобусом. У него всё было зелёное там. Диски зелёные, даже резина казалась уже зелёной просто. От того, какого он зелёного. У него даже вплоть там гаечки были зелёные. И самое главное, что водитель, вот хозяин этого зелёного автобуса, он тоже был, короче, в такой зелёной футболке. Вот, со знаками вопросов. Такие, и знаки вопросов. Да. Зовут его так Коля. Коля. Вот, реально. И он такой, на ты, Колян. Реально, Колян. Вот, как он, год у меня этот висел автобус. И он меня так, так слёзно умолял, говорит, не это, ну не отдавай, пожалуйста, никому этот автобус. Вот, и он, ну и он забрал его. Да. Зелёный автобус уехал. Надо сделать ещё пару штук.